Девушки отдыхают Привет, Джордж! Привет, папа! Это не наша красная машинка! Ты права, Пеппа! Это дом на колесах! И мы возьмем его на прокат на несколько дней, чтобы отправиться на природу! Ура! Пеппа и Джордж любят ездить на природу! Быстрее идите собирайте вещи и не забудьте свои велосипеды! Ура! Ха-ха-ха-ха! Хи-хи-хи-хи! Все готовы? Да! Да! Ну, ладно! Все на месте! Поехали! Стой! Что такое, Пеппа? Папа, мы забыли велосипеды! О, нет! Мы не можем уехать без них! Что ж, давайте попробуем снова! Хорошо? Хорошо! Фуф! Наверное, теперь мы все взяли! Ура! Папа-свин, мама-свинка, Пеппа и Джордж приехали на свое местечко для отдыха! Вот это да! Мне нравится этот лес! Почему бы вам с Джорджем не покататься на велосипедах, пока мы с папой-свином разбиваем лагерь? Ура! Поехали, Джордж! Хи-хи-хи-хи-хи-хи! Ура! Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи! Мне нравится наш лагерь, Папа-свин! Мне тоже! Ну, кто хочет есть? Я! Я! Уже пора ужинать! Мамочка, ты знаешь какие-нибудь песни у костра? Хм, знаю одну! Бонг-бинг-бу, бинг-бонг-бинг, бинг-бонг-бинг-ли-бонг-ли-бух! Бонг-бинг-бу, бинг-бонг-бинг, бинг-бонг-бинг-ли-бонг-ли-бух! Ужин у костра подан! Ура! Ладно вы двое, пора ложиться спать! Давай, Джордж! Мама, папа. Да, Пеппа. Мы можем каждый день ездить на природу. Сладких снов, Пеппа и Джордж. Наступило утро, и Пеппа только что проснулась у себя в спальне. Доброе утро, яркое и ясное солнышко. Доброе утро, Джордж! Доброе утро, медвежонок Тедди! Я уверена, что Тедди был здесь. Может быть, он внизу? Доброе утро, Пеппа. Доброе утро, Джордж. Мама, ты нигде не видела Тедди? Его не было рядом, когда я проснулась. Хм, я уверена, что он где-то здесь, Пеппа. У Пеппы есть идея. Я знаю! Мы с Джорджем можем стать детективами! Теперь мы готовы разгадать тайну исчезновения медвежонка Тедди. Выглядите умничками. А теперь за дело. Если бы я была детективом, я бы начала с поиска следов Тедди. Смотри! Следы Тедди! Видишь какие-нибудь признаки того, что он здесь был, Джордж? Нет. Кто-то стоит за дверью. А, кто бы это мог быть? Может быть, это Тедди? Это Сюзи и мама овца. А, привет, Сюзи! Привет, Пеппа! Привет, Джордж! Мне нравятся ваши шляпы! Мы детективы! Хочешь поиграть? О, да! Конечно! Что за тайну мы пытаемся разгадать, Пеппа? Мы ищем Тедди. Он пропал, но мы идем по следу. Хм... Хм... О, я сдаюсь! Тедди пропал навсегда! Пеппа, Джордж, Сюзи, скорее сюда! Мама-свинка нашла еще больше следов Тедди. О, эти следы видят на улицу Пеппа! Хм... Смотрите! Они ведут к нашей красной машинке! А-а-а... Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи! А-а-а... Вот ты где, Тедди! Что ты здесь делаешь? Это было глупо с твоей стороны остаться в машине, Тедди? Дело исчезновения медвежонка Тедди официально раскрыто! Ура! А-а-а... Ура! Ура! Отличная работа, детективы! Могу поспорить, что вы успели нагулять аппетит, пока искали улики. Как насчет перекуса? О, да! Пожалуйста! Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи! Сегодня с утра стоит чудесный денек. И Пеппа со своими друзьями играют в детском саду. Доброе утро, детки! Эй! А-а-а... Доброе утро, мадам Козель! О, чудесно! А теперь, я надеюсь, вы все выполнили свою домашнюю работу. Да, мадам Козель. Замечательно! Кто что решил показать нашел талантов в нашем детском саду? Я буду петь песню. Я буду танцевать. Я всех размешу своими веселыми шутками. О, я люблю посмеяться, Эмили. А как насчет тебя, Дэнни? Я буду показывать фокусы, как этот, например. Абракадабра, зайдите за мной. Теперь на моей голове шляпа. А моим талантом будет прыгать по грязным лужам. Вы все очень талантливые, детки. Чудесно, чудесно. Быстрее пойдемте в театр, чтобы как следует отрепетировать перед большим шоу. Ура! Это так захватывающе! Я никогда раньше не выступала на настоящей сцене. Я тоже! Посмотрите, сколько у меня места, чтобы петь песню. И посмотрите, в каких разных местах я могу петь. Есть даже звуковые эффекты для моих фокусов. О, нет! Похоже, Ребекка немного нервничает. Ребекка, с тобой все в порядке? Ух, ну, я не думала, что сцена будет такой большой. Не волнуйся, Ребекка. Сегодня будет самый лучший день. Что-то я не уверена. Это так захватывающе! Не правда ли? О, да! Я не могу дождаться, чтобы увидеть все эти чудесные представления. А сейчас настало время шоу талантов детского сада. Добрый день, наши родные и друзья! Добро пожаловать на шоу талантов нашего детского сада! Наше шоу – это что-то! И мы уверены, что вам понравится! А сейчас, пожалуйста, поприветствуйте свинку Пеппу! Ура! Мой талант – прыгать по грязным лужам! Ура! Ура! Ты свети-свиста моя! Ура! Почему утка перешла дорогу? Почему утка перешла дорогу? У курицы был выходной! Уф-уф! Абра-кадабра-прикликоргом! Попрощайтесь с единорогом! О-о-о! О-о-о! О, нет! Похоже, Ребекка нервничает! Давайте! Нужно помочь ей! Давай, Ребекка! Ты сможешь! Что ж, это было очень здорово, не так ли? Все наши дети очень старались, но награду за победу в конкурсе шоу талантов получает Ребекка! С небольшой помощью своих друзей она смогла побороть страх и станцевала изумительно! Ура! Ура! Это почта! Это мистер Зебра, почтальон! Здравствуйте, мамаша! Вам пришла открытка! Спасибо, мистер Зебра! До свидания! От кого открытка, мама? От капитана Пса! Папа! Он закончил кругосветное плавание и едет домой! О-о-о! Как замечательно! Интересно, когда он приедет? Приветствую, мистер Зебра! Здравствуйте, капитан Пес! Привет! Папа! Дэнни! Папа! Дэнни! Папа! Капитан Пес вернулся домой с моря! Мой капитан Пес! Мама Пес! Моя дорогая! Ты надолго приехал, папа! Навсегда! Я решил, что мои путешествия окончены! Я пошел вокруг света и сделал себе состояние! У-у-у! И потерял его снова! О-о-о! И снова сделал! Ура! Ах, я люблю путешествовать, но мне кое-чего не хватает, когда я вдали! Чего, папа? Моих дорогих, конечно! Хе-хе-хе! Я навсегда вешаю свою капитанскую фуражку! Я расскажу вам о своих путешествиях! Я странствовал год и один день! Обогнул земной шар! Совсем обогнул? Да! А что вы делали внизу? Ты не упал? Нет! Я крепко держался! Ой, какое приключение! Это верно! Я привез вам всем подарки! У-у-у! Мне что-то не хочется! Джордж еще маленький, я не пущу его одного! О-о-о! Ну что ж! Скорее бы отмучиться! О! У нас это быстро! Кажется, Джордж передумал! Милый Джордж! Иди к маме! Может, я тоже выйду? Поехали! Пока, папа-свин! Кажется, остановились! Как хорошо, что все уже закончилось! О-о-о-о! О-о-о-о! Голову в это отверстие! Какая я теперь? Ха-ха-ха! Чузи! Ты у нас помидорка! Ух ты! А я морковка! О-о-о! А я маленькая тыковка! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Трицератопсы жили в меловом периоде, а стегозавры в Юрском! И поэтому они никак не могли быть соседями! Откуда ты это знаешь? Я очень умный слоненок! М-м-м-м! Дети! Кто хочет покататься на динозавре? Мы! Мы! А зачем в картофельном городе живут динозавры? Э-э-э... Ну, потому что динозавры ели картошку? Нет! Даже самые маленькие обожают динозавров! Динозавры! Динозавры! Здорово! Динозавры! Мы будем отмечать день разных стран мира! Ура! Пеппе представляет Францию! Я Франция! Джордж представляет Россию! Ха-ха-ха! Педро – мистер Америка! Ихо! Зои – у нас Япония! Конечива! Сюзи представляет Голландию! Халло! Так по-голландски добро пожаловать! Мадам Газель, а что должны делать переодетые страны мира? Петь гимна о мире и дружбе, разумеется! Ура! Я люблю пять гимны! И я! Надеюсь, все помнят слова? Да, мадам Газель! Мир согласия на земле! Мир согласия на земле! Мир согласия на земле! Мир согласия! Ха-ха-ха! Замечательно! Очень скоро мы исполним этот гимн для ваших уважаемых родителей! А пока можно и поиграть! Поиграйте, дети! Только не ссорьтесь! Все страны мирно играют на площадке! Англии нравится кататься на горке! Уи-и-и! Франция и Швейцария качаются на качелях! Хи-хи-хи-хи! Германия прыгает в классики! Один, два, три! Америка, Россия, Испания и Греция сидят в песочнице! Я построю огромный замок из песка! Й-ха-ха! Ну вот подходят Голландия и Япония! Хе-хе-хе! Теперь наша очередь играть в песке! Почему это? Потому что ваше время давно закончилось! Идите куда-нибудь! Хоть на горку! Но мы хотим играть здесь! А-а-а! А вот и мистер Бык и его коллеги! Мистер Бык будет строить наш новый дом! Значит, ты тут совсем не при чем? Я сделал самую трудную работу! Мистер Бык будет лишь следовать моим инструкциям! Привет, мистер Свин! Что будем строить? Стоянку? Бассейн? Ракетную станцию? Наш дом! Вы сможете построить точно такой же, мистер Бык? Только побольше! Мистер Свину нужен дом! Строить будем из соломы? Или из палочек? Или, может, из кирпичей? Из кирпичей, любезнейший! Молодец, папа! Только про качели не забудьте! Не волнуйся, Пепа! Построим! Я могу вам помочь? Джордж тоже рвется помогать! Так, Джордж! Клади-ка сюда вот этот раствор! Держи! Хе-хе-хе-хе! До бесконечности! Точно! А вы закончите сегодня? Нет! Что ты! Дом нужно строить долго! Целый день! Значит, завтра закончим! Хорошо! До завтра, мистер Бык! Пока-пока! Пока-пока! Джордж сделал из липкой грязи горку! Я положила свой первый кирпич! Бррр! Это все просто замечательно! Но детям давно пора закрыть глазки и спать! Лимонад! Мой любимый! Ммм, чудесно! Прошу, садитесь! Есть, хотите? Я всегда голоден! Ничего! Мы приготовим обед! Мистер Кенгуру собирается готовить обед на жаровне! Кому кукурузный початок? Мям-мям! Надо делать это и у нас дома! Постойте! Это и есть наш дом! Идем, Кайли! Мы будем играть в саду! Мы можем играть в мою любимую игру! Мы будем прыгать по грязным лужам! Я тоже люблю прыгать! Сначала нам нужно найти лужу! Ой, здесь нет грязных луж! Земля сухая для грязных луж! Вот бы дождь пошел! Надеюсь, что дождя не будет! А мы любим дождь! Дома мы его редко видим! Если хотите вызвать дождь в нашей стране, устройте барбекю! Мы все равно можем прыгать! Джордж прыгает хорошо! Но я прыгаю лучше всех! Посмотри! Вот как надо делать! Попробуй ты, Кайли! Ладно! Кенгуру прыгают очень высоко! Ух ты! А это кролик Ребекка! Здравствуй, Ребекка! Это моя подруга Кайли! Здравствуй, Кайли! Вы играете? Мы прыгаем! Кролики прыгают лучше всех! Посмотрите! Молодец, Ребекка! Но ты прыгаешь не так хорошо, как моя подруга Кайли! Давай, покажи свой прыжок! Я не хочу хвастаться! Давай! Ладно! Очень высоко! Настоящие динозавры вымерли 65 миллионов лет назад! Эдмонд много знает о динозаврах! Он умный слоненок! Но наши динозавры лучше настоящих! У нас поющие динозавры! Мы динозавры! Динозавр, динозавр! Мы динозавры! Послушайте наш рёд! Они маленькие! Да! Разве динозавры не должны быть большими? Да! У нас есть большой динозавр! Очень большой! Хотите с ним познакомиться? Да, пожалуйста! Это его следы! Мы просто пойдём по ним! О-о-о! Следы совсем как настоящие! Вы уверены, что здесь нет живых динозавров, дедушка-кролик? Уверен, папа-свин! Идите по валунам! По мосту! Через пещеру! Ой, следы закончились! Смотрите! Тут зелёные ступени! Это большая горка! Ух ты! Это большой динозавр! Да! Это моя огромная, гигантская горка-динозавр! О-о-о-о! О-о-о! Вот это динозавр! Это бронтозавр! Кх-кх! Вообще-то он называется апатозавр! А ты очень умный, да? Да! Папа-свин читает Пеппе и Джорджу сказку на ночь. Итак, принц, принцесса, попугайчик и лягушка жили долго и счастливо. Конец! Вечерняя сказка усыпила Пеппу и Джорджа. Спокойной ночи, мои поросятки! Джордж не спит. Динозавр! Джордж! Какой непослушный! Засыпай давай! Джордж не хочет спать. Джордж! Ночь для сна, а не для игр! Иди-ка спать! Тшшш! Я расскажу тебе сказку на ночь. Жил-был маленький поросенок. Его звали поросенок Джорджи. И он отправился на поиски счастья. Скоро он пришел к лесу. Тебе нравится сказка, Джордж? Паросенок Джорджи был очень голоден. И он съел всю кашу. Ням-ням-ням! И когда он все съел, пришел медвежонок. И сказал, ой, ты съел мою волшебную кашу! Джорджи сказал, да. Медвежонок сказал, это была волшебная каша. Она сделает тебя очень большим. И поросенок Джорджи начал расти. Он рос, рос и рос. И стал выше всех деревьев в лесу. Мне не нравятся дождливые дни. А я люблю дождь. Ведь после бывает грязь, в которой можно прыгать. А может мы попрыгаем прямо сейчас? Пеппа, придется подождать, пока не закончится дождик. А когда он закончится? Узнаем, что обещает прогноз погоды. Говорит гидрометеоцентр. Дождик будет лить весь день. А давайте поиграем в игру пасмурной погоды. А разве в нее играют дети? Я вам покажу. Если взять вот эту уточку для купания и спрятать на самом видном месте, смогли бы вы ее найти? Папа, если место видно, значит и уточку мы увидим. Проверим. Я положу уточку вот сюда. Так. И вы мне скажете, где она? Здесь. Молодец. И это слишком просто, папа. Я бы не стал так говорить, Пеппа. Ну, кто хочет быть первым? Раз эта игра такая простая, пусть лучше Джордж начнет. Хорошо. Ждите меня здесь. Папа-свин прячет резиновую уточку, а Джордж постарается ее найти. Я спрятал ее у вас в детской. Джордж начинает искать уточку для купания. Но найти ее оказывается не так просто. Джордж, ты ее видишь. Посмотри очень внимательно. Джордж смотрит очень внимательно. Он хочет найти уточку. Теплее. Теплее. Хорошо. Холодно. Опять тепло. Джордж нашел резиновую уточку. Ура! Я ее сразу заметила. Ерунда какая-то, а не игра. Хорошо. Пеппа водит. Только на этот раз прятать буду я. Мама-свинья прячет игрушку так, чтобы Пеппа непременно ее нашла. Пеппа и ее семья провели прекрасный день в горах. Пора ехать домой. Все в машину. Спасибо, что посетили наши горные красоты. До скорой встречи. Ключ, ключ. Нет, Джордж. Нельзя играть с ключами от машины. Ты можешь их потерять. Ты играешь с ключами от машины, папа. Я взрослый. Я их не потеряю. Ну вот. Папа-свин уронил ключи от машины в водосток. Ой. Все. Поехали домой. Эм. Это будет трудновато. Почему? Потому что папа уронил ключи в водосток. О, папа-свин. Не волнуйся. Я достану оттуда ключи палкой. Ура! Ммм. Колодец глубже, чем я думал. Палка не достает до ключей. В таком случае нам нужна удочка. Тогда мы поймаем ключи на крючок. Может, мисс Кролик продает удочки? Эм, вы продаете удочки? Вообще-то да. Не знаю зачем. В горах ведь не водится рыба. Мы будем ловить не рыбу, а ключи. Папа уронил ключи от машины в колодец. Тогда вы их не достанете. Колодец очень глубокий. А для чего нужны колодцы? Водосток выводит дождевую воду в море. И леска не достает до ключей. Ну и ну. Какой глубины этот колодец? Можно узнать глубину, бросив туда камень. Хорошая мысль, мисс Кролик. А мы будем считать, пока камень не долетит до дна. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Ты упаковал все вещи по списку. И даже больше. Подушки, игрушки, свечи, мелодии йогов и еды на целых три дня. Без паники, без паники. Есть здесь кто? У нас снова появится кролик. Привет, сестрица. Зачем ты приехала в больницу? У меня сейчас появится малыш, ясно? О, да? Тогда тебе лучше пройти к врачу. Тогда и я пойду. Ну, сначала правильно припаркуйте машину. Не волнуйтесь, это надолго. За пять минут только кролики появляются на свет. Не толпитесь, дайте пройти, иначе малыш родится прямо здесь. Так, дюжина полотенец и чайник. Все это понадобится в ближайшие несколько дней. О, ну куда же все это девать, мама? Неси обратно. Сейчас они мне не понадобятся. Что? Папа, ты пропустил самый захватывающий момент. Правда? У меня сын или дочка? Двойня. У нас родились близнецы. Надо же. На следующий день маму крольчиху отпустили из больницы домой. Привет. Можно нам посмотреть на близнецов? Ну, конечно же, Пеппа. Мау! Мау! Это мальчики или девочки? Это двойня. Мальчик и девочка. И зовут их Рози и Робби. Значит, вам пригодились оба имени. Да. Рози-кролик и Робби-кролик. Самые прекрасные имена на свете. И придумали их мы. Привет, друзья. Добро пожаловать в ковбойский лагерь. Я-ха! Это же палатка. Это настоящая палатка, где отважные ковбои спят по ночам. Ты что, собираешься спать здесь всю ночь? Ээээ, нет. Мне от этого слегка не по себе. Давайте лучше представим, что сейчас ночь. Но сейчас светит солнышко. А вы представьте, что солнце – это луна. Хорошо. Педро, а можно мы тоже будем ковбоями? Да, вы будете моими напарниками Мой маленький ковбой уже проголодался? Конечно, ма! Так ковбои говорят с родителями Может быть, ковбои-мальчики и ковбои-девочки тоже хотят перекусить? С удовольствием, ма! А ковбои всегда разбивают свой лагерь поближе к маминой кухне? Нет! Разве так сложно представить, что этого дома здесь нет? Вокруг нас Дикий Запад! А что это? Дикий Запад – это территория, которую населяют одни ковбои А чем они занимаются? Они рассказывают истории, поют песни и едят бобы Тосты с фасолью, угощайтесь! Ура! Ковбои очень любят тосты с фасолью Да и кто же откажется от такого угощения? Хотите? Я спою песню ковбоя! А ты что, даже петь по ковбойски можешь? Да! Я сам ее сочинил! И вот как она звучит! Храбрый ковбой обожает фасоль И песню свою вам поет Про бобы, про стручки И про жизнь мою Про бобы, про стручки И про жизнь мою Папа-свин В кабинете ужасно грязно Тут не так уж и плохо Здесь много паутины Я люблю паутину Она придает комнате свой характер Паутина значит пауки А я не люблю пауков А я люблю Пауки ловят мух А мухи ужасные Что ж, лишь бы я не увидела паука О! Паучок! Здравствуй, мистер Тонконожка! Ой, а куда он делся? Найдите его, чтобы его не было в доме Все ищут мистера Тонконожку Тонконожки нет в картотеке Оу! Тонконожки нет под стулом Ой! Тонконожки нет на столе Ой! Куда подевался мистер Тонконожка? А-а-а! Хо-хо-хо! Кажется, мама нашла его Не бойся его, мама! Избавьтесь от него! Хорошо Мы отнесем мистера Тонконожку в сад О-хо-хо-хо! Теперь мистер Тонконожка может играть в саду До свидания, мистер Тонконожка! Начинается дождь Мистер Тонконожка бежит обратно в дом Может, ему не нравится дождь? Он поднимается по водосточной трубе Тонконожка-паучок по трубе ползет Дождь пошел из трубы Вода его несет Солнце снова вышло Высушило всех Снова лезет паучок По трубе наверх Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Чтобы Тонконожки не было в доме Папа-свин Отнесем мистера Тонконожку подальше в сад Девушки отдыхают Каждому из вас я привез по пакетику с цветочными семенами Так, нам нужно местечко на солнышке, куда мы высадим семена Вот так Дедушка-свин копает землю для цветника Пеппы и Джорджа О, а, вот и чай подоспел Спасибо тебе, папа-свин Эээ, что происходит? У нас будет свой цветник Разве нам нужен цветник? Да Но именно здесь я всегда сижу в кресле Есть вещи куда важнее твоих ненужных кресел, папа-свин Я всегда читаю здесь свою газету Есть вещи куда важнее каких-то ненужных газет, папа-свин Да, цветы, например Смотри, папочка У Пеппы так много цветочных семян, а у Джорджа только одно семечко О Но зато какое большое Ты не мог бы принести нам водички, папа-свин? Хм, конечно Без воды семена не смогут расти Они очень любят пить На грядку прилетели любопытные птички Не разрешай птицам клевать семена, Пеппа Кыш, фу, летите прочь, птички Вот водичка Папа распугал всех птичек Хо-хо, папа-свин так похож на пугала Хе-хе-хе-хе Пеппа, Джордж, пора купаться Принесите сюда своих любимцев, лучший получит приз Я принесу свою золотую рыбку А я своего палочника Я принесу геккона А я обезьянку Хо-хо Это не настоящее животное Это кукла Это не кукла Это обезьянка Хо-хо-хо Ты ей нравишься, Дэнни Зоуи может принести обезьянку, если хочет Пора домой, дети И не забудьте завтра взять своих питомцев Вечер накануне конкурса домашних любимцев Пеппа и Сюзи готовятся вместе с рыбкой Голди Ешь, Голди Завтра у тебя трудный день Я протру твой аквариум Хе-хе-хе Красота Педро разговаривает со своим палочником Это насекомое, похожее на палочку Завтра ты поедешь со мной в детский сад Там будут выбирать лучшего любимца И это будешь ты Слоненок Эдмонд разговаривает со своим гекконом Посмотри на меня А теперь ты Зебра Зои разговаривает со своей обезьянкой Ты волнуешься перед конкурсом, обезьянка Завтра веди себя хорошо Не будь шелунишкой Настал день конкурса домашних любимцев Мадам Газель А кто будет решать, чей любимец лучше всех? Доктор Хомяк Здравствуйте всех Здравствуйте Ой, какие у вас чудные любимцы Очень веселая рыбка А как ее зовут? Это Голди Вы с ней уже встречались Ее аквариум весь блестит А что Голди любит делать? Она любит плавать и делать Вот так Кажется, она перевернулась вверх лапками Я переверну ее осторожненько Готово Доктор Хомяк сумела помочь маленькой ящерке Ура! О, еще один срочный вызов Алло Алло С вами говорит дедушка Свин Дедушка Свин вышел в море на своей лодке Заболела Полли Мне кажется, ее тошнит Аааа, ее тошнит Вылетаю немедленно Слушай, Полли К нам летит ветеринар А как же здесь можно сесть? Это же гидросамолет, Пеппа. Мы можем сесть прямо на воду. Ух ты! Здравствуйте, Пеппа! Джордж! Здравствуй, дедушка! Мы прилетели, чтобы вылечить Полли от болезней. Давно вашу милую Полли тошнит. Как только мы с ней вышли в море. Ага, я знаю, что случилось с Полли. У нее морская болезнь. Нужно доставить ее на землю. И желательно поскорее. Маленький остров! Мы выходим. Тебе лучше, Полли? Ага, лучше, Полли! Ура! К счастью, Полли больше не тошнит. О, еще один вызов. Алло? Алло, говорит Папа-свин. Папа-свин сейчас на работе. Совсем маленькие утята застряли у нас на крыше. Вылетаю немедленно. Как хорошо, что вы уже здесь. Без паники, доктор хомяк на месте. Мама утка отложила яйца прямо на крыше. И вот теперь из них вылупились утята. Кто-нибудь умеет хорошо крякать? Мы? А я вообще классно крякаю. Пепа, начинай крякать, и утята сами пойдут за тобой. Кря-кря-кря!